Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаем самую важную тему. Это выбор сортов. Сейчас зима, когда... Как раз тот период, когда можно спокойно посидеть, вот разложить все эти пачки, посмотреть, какой мне подходит, какой мне не подходит. Обдумывать нужно тщательно, особенно тем, у кого такие же участки крошечные, как у меня, 6-7 соток, таких большинство. И тем, у кого сибирский регион, ну просто холодный регион. Вот у меня сибирский регион, у меня холодный регион, у меня не каждый сорт вызревает на улице. Я вот перед этим в предыдущем видео говорила о сорте бердский крупный, который, не имея теплицы, может любой человек посадить и получить большие мясистые вкусные томаты прямо в открытом грунте. Он успевает вызреть. Еще один томат, который можно вырастить нам, жителям сибирского региона, ну или приравненных к нашему региону. Это сорт советский. Он у меня под номером 177. И вот у него плоды тоже плоскоокруглые, но розовые такие, малиновые, с малиновым отливом. Вес такой же, как у бердского крупного, указывается 300-500 грамм. Он тоже, как относится к бифтоматам, он мясистый, он вкусный, все. Но он, уже в отличие от бердского крупного, он индотерминатный. И если про бердский я говорила, что он метр, метр двадцать, и у него уход облегченный, не надо его в верхушку прищипывать, пасынки убрал лишнее, уже все. Вы больше во второй половине лета можете к нему не подходить, не пасынковать, ничего не делать, будут кисти наливаться, то советский, он потребует от вас всего спектра. Также подвязка, ну вот у меня в данном случае, колем вы на шпалере можете. Также подвязка, также пасынкование. Пасынкование во время всего периода, летнего до самого конца, за месяц до заморозков, прищипка верхушки. Но зато в результате, в награду вы получите огромные, малиновые, такие темно-розовые, малиновые плоды. Есть видеоролик, есть у меня, я показывала вам, какой он советский. Именно вот такой вот старый бабушкин томат, томаты из нашего детства, которые вот так возьмешь на руку, полкилограммовый, он такой тяжелый. Вот так разломишь арбузная мякоть, такая крупенчатая, на вкус вкусная, особенно если лето теплое, то он сладостью своей поразит вас. Ну, для чего я взяла именно эти два сорта? Вот берский крупный и советский. Для того, чтобы те, кто начинают, они сравнили, например, и поняли, что в холодном регионе можно вырастить томат без теплицы, можно получить большой плод, он может созреть у вас на кустах, но вы должны соизмерять свои возможности, свое количество вот этого свободного времени с сортами томатов. Вот сейчас выбирая, вы подумайте, сможете ли вы ухаживать за сортом, например, таким, как советский, который индотерминатный, который нужно пасынковать, за которым нужно следить, нужно убирать лишние все эти стволики, лишние пасынки, нужно прищипывать верхушку, и получится плод 300-500 граммов, спелый, вкусный. Или все-таки у вас на него не хватит времени, и вы выберете, например, такой, как бердский крупный, который всего метр, который даст вам такие же плоды, такие же плоды, но с меньшими затратами, ведь сорта все абсолютно разные, и когда вы смотрите вес плода, этого недостаточно, нужно еще смотреть, какой он. Вот бердский крупный, он поспеет чуть пораньше, а этот советский, он поспеет чуть попозже. И как я еще, ну и повторю еще раз, при одинаковом размере плодов, при одинаковом вкусе, это совершенно два разных растения, и одно у вас отнимет поменьше времени, а другое больше. Я хочу для начинающих огородников это донести, и сказать, что есть и для открытого грунта много сортов, но они сорта все разные. Кто-то дает, какой-то томат дается легко, он неприхотливый, а какой-то немного более нежный. Ну не то, что более нежный, а более прихотливый, ему требуется повышенное ваше внимание. Все, до свидания. Вот сегодня мы узнали два сорта, ну кто, кому были не знакомы, два сорта крупноплодных мясистых, которые можно вырастить без теплицы, это бердский крупный и советский. Оба крупные, оба хорошие, это не новинки, это не редкие какие-то экзотические томаты, это томаты, которые можно где-то купить в магазинах, но если, например, вот в нашем регионе, скорее всего, можно, в других регионах, с которыми нет у нас сообщения, вот, может быть и нельзя, но все равно это самые простые томаты, которые можно купить в магазине и вырастить у себя без теплицы. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok